Сейчас хочу поделиться некоторыми упражнениями, которые бы я мог охарактеризовать как упражнения на развитие общительности. Общительность в данном случае в кавычках. И вообще не только на развитие общительности, а скорее около психологические и окололингвистические. И это стыки между популярной психологией и занимательной лингвистикой упражнения, которые могут пригодиться в самых разнообразных контекстах, как на языковых занятиях, так и на веселых корпоративах. И в каких-нибудь развлекательных заседаниях веселой молодежи. Первое упражнение я бы назвал «Я люблю ошибки». Чаще всего за пресловутым языковым барьером прячется именно боязнь ошибаться. Об этом требует помнить. Потому что вот наблюдая за учащимися, строящими английское предложение, складывается ощущение, будто ошибка будет стоить человеку как минимум жизни. Такое уж серьезное, пресерьезное выражение лица. Да, поверьте, картинка это не для слабонервных. Взгляд на минуточку потухает, почти слышно, как внутри в черепной коробке шевелятся мозги. Наконец, долгожданное высказывание выдается. Робко, неуверенно, по частям. Вместо того, чтобы обрадоваться и поздравить новое предложение с днем рождения, студент с тревогой вопрошает. Или молочевиво. Про себя вопрошает. А правильно ли я сказал? Точно правильно. Когда меня просят объяснить, что такое, что значит английское слово fluency, я вот рисую обычно только что описанную картинку и говорю, что fluency это как бы наоборот. Суть упражнения делать как можно больше ошибок, то есть своего рода вариация на тему метода парадоксальных интенций. Кстати, у задания обнаруживается забавный побочный продукт, а именно возможность в очередной раз проверить грамматику. Ведь чтобы, ну не только грамматику, еще лексику и много чего еще, а фонетику, ведь чтобы намеренно делать ошибки, важно как минимум хорошо и удовлетворительно знать правила. Следующее упражнение с красочным названием бамбаргия киргуду, знакомым с советским кинематографом. И так понятно, откуда взялось название. Упражнение на раскрепощенность и фантазию. На первом взгляд, простое, на самом деле крайне сложное. Плюс тренируют невербалку. Заключается в том, что два-три человека получают бумажки из ситуации и потом разыгрывают ее на тарабарском языке. Задача группы в данном случае угадать по мимике, жестам и членораздельным звукам, неизвестно на каком языке, угадать, о чем идет речь. Следующее упражнение я бы назвал словом «акын» и жителям Средней Азии слово, скорее всего, знакомо. «Акын» — это такой поэт-барт-импровизатор, который сочиняет стихи и перекладывает их на простую музыку в режиме, что называется, реального времени. То есть о том, о чем вижу, о том пою. Потому что вот часто бывают жалобы со стороны изучающих английских, что, например, пошло на свидание с симпатичным австралицем, но было в результате ужасно. Сидели и тупо молчали, вроде язык уже два года учу и тесты на 95 баллов пишу и в дискуссиях на английских клубах участвую, тут даже не знала, о чем говорить. И да, часто проблема не в том, как сказать, а в том, что сказать. И на тренировку этого навыка и направлено упражнение «что вижу, а то мы пою». Так и в задании. Двум собеседникам отдаются темы, они соревнуются, кто сможет дольше в пределах темы произносить монолог. Для высоких уровней сразу на английском, для низких уровней можно на родном, например, на русском. Впрочем, данное замечание можно навести ко многим описанным мной сегодня в рамках данной беседы и упражнениям. В частности, к следующему, которая ничего сверхъестественного и удивительного себе не представляет. Называется «Шарады». Мимика и жесты — это очень мощное средство передачи смыслов, не говоря уже об эмоции. Участники получают карточки, участники упражнения получают карточки со словами, которые надо показать, иногда нарисовать, иногда объяснить при помощи других слов. Дать определение, привести примеры, назвать ассоциации, вспомнить синонимы и антонимы. Для уверенных в себе учащихся, возможно, коварные осложнения, например, делая то же самое, но с закрытыми глазами. Или не переставая улыбаться. Еще одно любопытное упражнение, которое я бы мог назвать «Доклад-исповедь» на тему моего опыта изучения иностранных языков. В принципе, иногда неплохо, может быть, не всем участникам, а нескольким выйти, как в группе анонимных алкоголиков, поделиться собственным невеселым опытом. Потому что систематизация и вербализация, то есть проговаривание, формулировка собственного языкового, даже не всегда приятного опыта, это полезно. Плюс это неплохая обратная связь между участниками группы и преподавателем. Еще одно упражнение можно назвать словом «Перевоплощение» или «Моя новая языковая личность». Конечно, ничего принципиально нового в объединении психотренинга и иностранных языков нет. Болгарский врач Георгий Лозанов в своей сугистопедии уже несколько десятилетий назад призывал использовать на обычных уроках английского языка классическую музыку, мягкие кресла, медитативные тексты. А еще это, кажется, была его идея, давать учащимся на время уроках, новые личности. Вот вы сегодня не, например, Анна Александровна, бухгалтер, а Сара Стоунвуд, журналист из Копенгагена. А вы, Олег Петрович, будете Биллом Брауном, футболистом из Новой Зеландии. И я не English Teacher, а доктор Мартин Грейс, так, например, руководитель делегации, участников международной конференции. После такого перевоплощения и ошибаться уже не так мучительно, это уже как бы и не вы ошибаетесь. И можно дать волю воображению, дать волю воображению. Типа у меня есть личный самолет, и... При описании типичного рабочего дня рассказывать, как вы на нем на работу летаете. Что-нибудь в этом роде. Еще одно своего рода упражнение, которое я бы мог наименовать таблеткой от линглофобии. В упражнении 20 минут французского, 15 минут немецкого, 10 испанского, 5 китайского и 2,5 суахилия. А почему бы и нет? Ведь языки можно изучить не только для того, чтобы их изучить, но и просто так, для удовольствия, для разнообразия, прикола, ради. Упражнение дает бой перфекционизму, потому что вы не работаете в данном случае над языком, чтобы его выучить и на нем разговаривать, а просто с каким-то первым попавшимся языком весело играете, своего рода флиртуете, если хотите. Еще одно упражнение я бы назвал бодибилдинг для мозгов. Тут можно учить и декланировать стихи, прозу, список слов. Зовбрежка на самом деле это не так страшно. Плюс можно делать языковые упражнения на логику, решать ребусы, разгадывать кроссворды и сканворды. Ну, извините, на английском или другом иностранном языке. В качестве еще одного любопытного упражнения можно устроить самоуправление, чтобы лучше понять, что происходит во время урока иностранного языка. Неплохо хотя бы раз в жизни побыть в шкуре учителя этого самого иностранного языка. И почему бы не предоставить учащимся такую возможность? Еще одно непривиальное упражнение это аудирование на русском или на любом другом родном для группы учащихся в языке. Дело в том, что полное поражение на аудировании случаи нередкие. Причины могут быть самые разнообразные. Меднание слов, недостаточная практика, собственно, самого аудирования, плохое качество аудиозаписи, выраженный акцент поговорящего. Правда, иногда все гораздо проще. А именно ученик плохо знаком с форматом задания. И цель задания поработать над форматом аудирования, не отвлекаясь на чужой язык. Отработать формат на языке родном.